В Екатеринбурге открылась выставка подлинных архивных документов на безымянной высоте. Здесь представлены уникальные свидетельства времен Великой Отечественной войны в экспозиции, фотографии солдат, газеты, письма и продуктовые карточки. Пожелтевшие страницы рассмотрел Роман Марьяненко. Это трофейный документ с фотографией на немецком языке. Такие карточки составлялись на всех советских военнопленных. Своих врагов немцы хотели знать в лицо. Указан рост, вес, даже цвет глаз. Виталий Цидилкин. Молодой летчик сбил один из фашистских истребителей. Но и сам был тяжело ранен. Он житель города Пероуральска. Попал в плен в марте 1945 года в Курсанарском крае, в бою над Станицей Крымской. Попал в плен тяжело раненым. Летчик прошел фашистский плен, был освобожден советской армией, а затем еще долго трудился на заводе в родной Свердловской области. Пролить свет на его судьбу спустя 70 лет удалось благодаря уникальным историческим документам, поступившим в государственный архив из военкоматов. Здесь же пофамильно длинные списки рабочих, которые просили записать их в Уральский добровольческий танковый корпус. И, разумеется, письма с фронта и на фронт. Витя, как хочется увидать тебя, но никак не удается. Посылаем тебе бумагу, две бритвы в четырех конвертах. Как получишь, так и напиши. А рядом продовольственные карточки на продукты и даже на табак. Их в первую очередь давали тем, кто трудился на заводах для нужд фронта. Старые газеты переломного 1943 года. Отчаянные призывы. Отдать все силы для победы. И тут же по соседству присяга власовца. Что стало с тем бойцом, история умалчивает. Даже имя не сохранилось. Действительно, это уникальные документы, которые несут в себе частичку истории, которая на сегодняшний день как бы уходит и которую на сегодняшний день по-разному преподносит. А чем отличаются архивные документы от учебников в том, что здесь написано все, как оно было, а не мнение. Участников той войны, увы, становится все меньше. К сожалению, настанет момент, когда рассказывать о Великой Отечественной будут как раз пожелтейшие бумаги. Патриотическая выставка будет работать до июня. В госархиве уже обзвонили школы и вузы, чтобы молодежь пришла, увидела и сохранила эти истории в своей памяти. Роман Мариаренко, Альберт Полудницын. Информационная программа «День Екатеринбург».